Я попытаюсь рассказать вам о политическом современной русской поэзии. Разумеется, подобный разговор, он неизбежно упирается в вопрос, что такое политическое. Политическое это в смысле геополитики. Политическое это в смысле внутренней борьбы за власть, так сказать. Политическое это по аре, политическое это по рансьеру и так далее. То есть, прежде чем начинать разговор, казалось бы, необходимо определить политическое. Но мы с вами избегнем этого разговора, потому что он позанял все положенные 30 минут. И попытаемся нащупать некоторые действующие сейчас закономерности эмпирически. Скажется, путем некоторого рассмотрения отдельных текстов, отдельных пишущих здесь и сейчас парусских авторов. Тем не менее, я должен оговорить, что политическое тут понимается и так, и так, и так. Потому что сами авторы понимают его по-разному, работают с ним по-разному и, соответственно, их интересуют разные вещи. Но все они могут быть названы политическим. Хотя в некотором случае оно, можно сказать, плавно перетекает в историческое. В другом случае оно плавно перетекает в социальное. Но, тем не менее, оно остается так или иначе завязанным на те или иные отношения власти. То есть, поэты про это пишут. Называть это гордым наименованием гражданской поэзии, гражданской великой, было бы, наверное, неправильно. И сами авторы, как правило, этого в большинстве случаев избегают, хотя и не всегда. Но, тем не менее. Наиболее классический пример, который, наверное, известен большинству из вас, это ритмованные филитоны, как правило, написанные имя прозой, Дмитрия Быкова. Дима Быков, он весьма колдовит. Свои письма счастья, как раньше он называл, свои произведения в данном жанре, он пишет с начала 2000-х годов, то есть, дай бог памяти, минимум с 2004-го, если не ранее. И не прекращает их писать. Там есть отдельные удачи, но, тем не менее, это все-таки не, собственно, поэзия. Это инструментальный жанр, это прихованная публицистика. Поэтому мы его упомянем так, нюхнуть его нельзя, но останавливаться на нем отдельно не будем. Так сказать, в промежуточном жанре с такой рифмованной публицистикой, которой занимаются, например, еще и Леонид Каганов, и многие другие, занимаются также авторами, которые ближе к традиционной поэзии. Это Евгений Лейсин. Вот Евгений Лейсин, вот тут он едет в трамвае. У него есть несколько любимых тем, связанных, прежде всего, так сказать, с социальной поэзии, с жизнью Москвы. Его стихи, так сказать, ближе к гражданской лирике он активно использует из опыта языка, особенно активно после того, как его вызывали в Сочный Канитет. Вот так, да, довольно давно. Вот. Но мы его творчество тоже подробно разбирать не будем, и займемся творчеством автора, который вам, наверное, тоже, большинство из вас известен. Это Всеволод Тимирев. Его тексты последнего времени, они несколько отношли от традиционных для него раньше повествовательных палат. То есть лирический субъект говорит у него теперь от первого лица. То есть это действительно Всеволод Тимирев, а не маска, возглавь родственник ему, как было раньше, потому что раньше у него была маска, родственник ему или не родственник. Сейчас он говорит от первого лица. Но нам интереснее все-таки один более его ранний текст 2009 года, фрагмент из которого сейчас я вам прочитаю просто, чтобы было понятно. Баллада о сержанте Глухове. Эпиграф. Андрей Иванович не возвращается домой. Фаэна Гринберг. Сержант Глухов совершает половат в судьбе. Он грозит кулаком вертикали власти. Как пушкинский Евгений Медному всаднику и с криком «Ужо тебе!» покидает расположение части. Сержант оголил свой участок фронта. В трудные дни, когда грянул кризис, он отказался защищать остатки стабилизационного фонда, потому что с ним так и не поделились. Видно, зря ему оружие доверили. Из-за отсутствия бани и теплого сортира он не захотел служить либеральной империи и одному из полюсов многополярного мира. На открытом пространстве сержант слеп, словно червяк. У него ни карта, ни компаса, ни GPS-а, но он упрямо стремится на юг, как матрос-железняк, который вышел к Ферсону, хотя шел на Одессу. Он перешагивает растяжки нить и движется дальше, не заметив ее. Его не научили Россию любить, где Павловский, Веллер и Соловьев. Ну, там так дальше описывается его путешествие через Кавказ, причем Кавказ скорее литературный, то есть там присутствует и Грибоед, там присутствует и царица Тамара, там присутствует, собственно говоря, военно-грузинская дорога, так сказать, в литературном отражении, не только, так сказать, в прямом. И, в общем, он попадает, соответственно, в инвентарийский советский рай господин Саакашвили. Ну, все заканчивается амбивалентным таким финалом, как это было традиционно. Сержант Виклов, не будь дурак, переодетый в джинсы и свитер, вдумчиво кушает свой битмак, он не похож на безродного космополита, он обещает вернуться когда-нибудь потом, в Грузию собираются его родители, и Министерство обороны перестало настаивать на том, что он не сам ушел, а его похитили. Суетятся у столика журналисты, едко пахнут хмели-сунели, когда русская армия войдет в Тбилиси, он первым будет расстрелян. На примере этих балладах хорошо виден творческий метод Емелина, он активно обращается к литературному арсеналу, к самым проверенным его орудием, к тому, что на слуху. Эти цитаты придают его высказыванию на злободневную тему некоторый объем. Как правило, это высказывание двоится, в этом смысле он использует опыт концептуализма, и в определенном смысле его можно даже назвать постконцептуалистам, хотя не в том смысле, как постконцептуалистов называли постконцептуалистами в начале 2000-х годов. И вот это вот эфемерное тело сержанта Глухова, оно путешествует, это может быть и сержант Глухова, это, например, это был бы Хаббит и другие персонажи, самые разные. Он путешествует, он оказывается в финальной точке, и ему делаются некоторые двусмысленные предсказания, которые на самом деле показывают свой вкусный смысл. Сочувствует ли пишущая я сержанта Глухова? Сочувствует. Издевается ли он над теми, кто осуждает его поступок? Издевается. Солидаризируется ли он с ним до конца? Нет. Собственно говоря, Емельина выигрывала за счет того, что он не до конца солидаризировался с своими персонажами. Когда произошла эта солидаризация, я бы не назвал это, маска приросла к лицу. Нет. Просто сквозь маску прослепило лицо, выяснилось, что вот это и было лицо. Это произошло, собственно говоря, после протестных событий 2011-2012 годов и окончательно после украинского кризиса, собственно говоря, Емельин потерял свою вкусную смыслность. И его стихи стали, может быть, более либеральными, но несколько менее эпидемиологической удачей. Хотя, я бы сказал, что они в данном случае в общечеловеческом, без кавычек смысле, конечно, стали выдачными. На этом мы, наверное, распрощаемся с Емельином и двигаемся дальше. Существует отдельный феномен поэзии на политические темы, которые пишут филологи. Наиболее, так сказать, заметный в медийном поле таких филологов это вот Роман Лейбов. Все время было расстроено. Роман Лейбов. Он регулярно выкладывал в живом журнале под псевдонимом Тифарет, который отсылает псевдониму Вербицкого. На самом деле, и некоторые люди даже понимают, что этот текст это Салвербицкий, выкладывал стихи на политические темы. Пик его активности пришелся, можно сказать, на президентство Мельведева. Я бы не делал из этого каких-то далеко идущих выводов, кроме того, что тогдашний господин президент был очень удобным решением для шуток. Ждем тебя веселым дном. Вот. Кроме господина Лейбова в этом жанре подвязались Алексей Любжин, человек, который крайне любит публичности, исследователь российской императорской школы, каким образом стоило школьное образование в императорской России. И девушка, пишущая под псевдоним филологиста А, вот, сейчас она выкладывает свои парадийные тексты не в своем жж, ввиду того, что на фоне событий последнего года публика окончательно сошла с ума. Вот. Ну, на этом мы закончим с филологами и перейдем к такой относительно традиционной модернистской лирике на политические темы, где политическое понимается в таком традиционном гражданском духе как непосредственное событие, на которое должен быть дан отклик и где лирический герой и велический субъект, не всегда в таких случаях можно говорить о герое, находит свое место по отношению к происходящему в мире, в стране и в мире. В данном случае речь идет о стране. Так, я попрошу, наверное, вот, это вот, дальше тут будет скатан на лирийские события, просто вот я, так сказать, немножечко напомню. Вот, вот, веселый господин, который у меня традиционный политик, вот он всегда важную роль в лирийских событиях, Николай Саркадзе. Вот этот господин Каддафи, он, его политические карьеры, его жизни закончились в связи с лирийским событием. Это вот господин Барк, коллега господина Каддафи, который оказался незамеримой дальше в него, хотя в чем-то его путь не понимал его путь. Это человек, который будет именяться сих порений Херсонского, который я сейчас прочитал, сейф или слам, это сын господина Каддафи, он жив, хотя не до свободы. Это, собственно говоря, истребитель готовится на бомбардировку Триполя, то есть милая девушка, способствовала событиям, это девушка техник с французского ряда СССР-дивой, а это лирийский повстанец, видите, вот, колоритный персонаж, он, вот он готовится, видимо, быстрее без сигнальной ракетницы для позирования предфагов. У Херсонского политическое часто понимается как историческое, то есть обращение к есть нечто внешнее по отношению к чему нужно определиться, что нужно сделать событием своей внутренней истории, что как-то нужно прожить. Вот, то есть травма политического, она оказывается и травма исторического. Это хорошо видно по его текстам из семейного архива, но ввиду предпринятого многих подготовки выступления химологического ограничения, так сказать, совершеннейшей современности, а 2009 год по нынешнее время, вот, сейчас ограничится. Сын диктатора жил здесь в гостинице, тот еще был бедер, он снимал не номер, всю гостиницу целиком, так спокойнее, но с балкона собственные виллы местный миллиардер, видел, как сан диктатора в шезлонге лежит великом, миллиардер прежде был киллером, глядя на заморского крепыша, он вспомнил о прежних навыках, да, соблазн был велик, тем более, что ментовка в шкафу, хорошо бы не дыша, прижаться щекой к прикладу, правда, солнечный блик, слепил глаза, миллиардер покинул балкон, вернулся в спальню, взглянул на спящую мадемуазель, в стране миллиардер был кое-какой закон, в стране диктатора только средства и цепь, сын диктатора не брал с собой ни охрану, ни любовницы, зная, что местный материал всегда обойдется дешевле и будет надежнее, дни проходят насыщенно, он ни мгновений не терял, он не верил в наследственную республику, часть отцовского плана, который ходит батюшками дурак, прогорит, ибо в тех краях унаследовать власть все равно, что унаследовать неоперабельный рак. Каждое утро он слышал новости из далекой восточной страны, где пустыня распелась в ши, а речка всего одна и город всего один, и ночью всегда темно, но если убредиться в удар, то смерть обжурдна. Что происходит? Конкретное политическое событие оказывается проявлением универсального архетипического сюжета. Собственно говоря, отдельные детали, которые могли бы указать на конкретное лицо, они практически стираются. То есть, например, описание страны-диктатора, оно указывает не на Ливию, а на Египет, хотя имеется в виду именно Сан-Каддафи. Сквозь временное приступает универсальное. Трагедия, которая разворачивается в современности, трагедия не означает, что всегда погибают герои. Иногда бывают трагедии, где погибает хор, или погибают такие малосимпатичные персонажи, Теснекранс и Динстэм, как в современном Домхургей. В смысле, Теснекранс и персонажи. Вот. Соответственно, универсальный сюжет проступает сквозь временное, и можно испытать катарсический эффект. Собственно говоря, это стихотворение нацелено на создание считателей именно катарсического эффекта. Достаточно инструментальная поэзия, но достаточно совершенно, но достаточно инструментальная. Движемся, наверное, дады. Вот Алексей Цветков, его еще называют Алексей Цветков старший, потому что есть еще прозаик Алексей Цветков младший, как у меня никакого отношения. Он отдал весьма значительную дань политической лирике, но тексты его разбирать не будем, так как основные его тексты были написаны в этой теме были написаны в вузыточных годах. Например, восхитворение по поводу бессланских событий было 3 сентября. Насмартнам чумой мечили, слуги и рода царя, жалуют родные крачели, ну и так далее. Вот это политическое у Цветкова понимается как некий вызов, на который надо дать ответ. И собственно это формулировка этого морального ответа и происходит творение. Вот. Ну вот мы здесь. Станислав Левовский. Один из ключевых авторов литературного поколения нулевых. Человек, очень много работавший в своих текстах социально и соответственно с политическим. Я бы сказал, что Львовский на какое-то время предложил некий вариант универсального ответа для читателей, что собственно происходит с ними. Не он один, но он в том числе. Это был ответ нулевых для читателей нулевых. Но опять-таки несмотря на перевернувший интерес к социальному, политическое понимание именно как социальное, то есть то, как отношения власти проявляются в социуме и, я бы сказал, как искажают они те или иные социальные процессы, они Львовского тоже занимали. Хотя не первично. В связи с этим я прочитаю его короткий текст из цикла «Советские застольные песни». Чего мы, сын, не видали в этой Турции, тем более Африка одна нищета. Сжимай, сын, игрушечную винтовку, выполни волю ее земляную. На что-то без солнца не наше, падай в траву да стреляй. Вот она, сын, обильно твоя сторона родная. В столице ее везде, граница нигде. Ключ от нее переломлен, присуществлен. Поэт работает с общественной травмой. Работает он с общественной травмой с помощью такого универсального средства, как тексты песен. Тут имеется в виду советская песня «Ненужная гражданской обороны». И известная песня гражданской обороны. Есть тексты иные интертекстуальные отсылки. Собственно говоря, работая с таким массовым жанром, поэт патендует на то, что он может как-то проговорить то, что мучает коллективно и бессознательно, и если не исценить его, то назвать, сделать менее страшным, ну, насколько можем мы судить по происходящему, с одной стороны не получилось, с другой стороны и не могло получиться, потому что это те задачи, которые поэзии не решаются. Но я бы сказал так, что я бы отдельно еще добавил, что работа с материалом песен, этим занимался не только Львов, этим занимался еще, например, Мария Степанова активно, и ряд еще авторов. Это достаточно популярный метод. Ну, вот, работать с политическим он тоже привлекается. Это вот Елена Хванайлова, она тоже весьма активно работает с политическим в своих текстах, но она работа с политическим еще и как журналист, она сотрудник радио Свобода. Метер, что мы сегодня разбирать не будем. Деньян Кудрявцев, достаточно редко для отечественной традиции соединение фигуры поэта и бизнесмена в одном лице, крупный, как может быть кому-то из вас известно, медиа-менеджер, бывший руководитель ИД-коммерсант, а ныне совладелец видимости с последнего времени. Когда он стал руководителем ИД-коммерсант в 2006 году, он скрыл в своем живом журнале поэтические тексты и вновь выложил поэтические тексты в своем журнале, когда он уже перестал быть владителем ИД. ИД-коммерсант Сейчас он практически не идет, естественно, он перегрался в Facebook, так что не знаю, какая у него будет теперь декабрьская политика. Это человек, живущий в России, это один из представителей так называемой реческой поэтической школы, Сергей Тимофеев, человек, активно работающий в своих стихах социально. Собственно говоря, он работает с тем, что происходит современным человеком в повседневности. Его тексты 90-х и нулевых годов весьма активно разрабатывают эту тему, в чем-то он перекликается со Львовским. Непосредственно политическое приходит его тексты только с кризисом 2008 года, но мы не будем обращаться к этим его текстам. Хотя они весьма интересны. Андрей Синсиньков очень казалось бы далекий от политического автора, но тем не менее время от времени он тоже обращается к данной тематике. Наверное, просто потому, что поэт всегда живет в своем времени и он не может не обращаться к тем или иным темам просто как человек. Пишущее я скриптора отделить от биологического тела, который в этом смысле тема, от социального тела, ну и довольно с другими тема. Вот Мария Степанова, которую я упоминал, тоже в определенной степени работает с политическим через социальное, насколько связываются иные области ее деятельности, на ее политической работе я бы затруднился сказать, на руководитель портала Коль-Тару, если кто знает такой портал. Это Арсений Рогинский, тоже палец, активно работающий с политическим, живущий в Дании. Ну, последние его тексты как раз связаны с событиями на Украине, но мы, наверное, обратимся к текстамарков, которые сейчас непосредственно на Украине уже будут и более связаны с происходящим нам. Смотрим дальше. Александр Немировский, историк по образованию, человек весьма активно присутствующий в благосфере, можно сказать, человек, разработавший или точнее, как он считает, реактуализовавший собственную этическую систему, автор весьма интересных сихотворных текстов, которые всем рекомендую, но по механизмам работы с политическим он напоминает отчасти Цветкова, отчасти может быть Херсонского, но он опирается на опыт двух авторов, которые также в целом значимы для современной политической традиции, но непосредственно наследников не имеет. это в текущем моменте это Борис Слуцкий, Георг Иванов. Так, смотрим дальше. Вот, переходим, так сказать, к Лему Флангу современной поэзии. это Кирилл Минвидев, автор, в свое время обещавший не публиковаться в связи с тем, что политические интересы его борьба на Левом фронте, хотя не вляг Левого фронта, не вляг Левого фронта никакого отношения, не должна, так сказать, это важнее его стихотворных экспериментов, но позднее решивший, что борьба борьбой, а поэзия поэзия, и их надо совмещать, и тогда получится настоящее Левое искусство. Вот. Соответственно, говоря, например, он, например, вот одна из недавних его книжек, она называется «Поход на мэрию», где, соответственно, в одном из стихотворений описывается визит в мэрию Москвы для согласования акций. Ну, есть довольно интересные тексты, читать я их глядя буду, но вот хотя бы, например, один текст начинается так. «В день своего 37-летия я оказался вовлечен в убийство президента». А заканчивается так. «Трагическая осечка, ошибка, которая означает, что падла президент жив». В общем, лирический судеб уезжает не того. Он убивает своего поклонника, который подошел к нему за автопором. Да, он еще лидер группы Аркадий Путь. Вот, собственно говоря, он, кажется, поехал. Переходим к авторам круга Трансвита. Это вот Галина Рымбу. Надеюсь, я правильно ударил, потому что я к циклогически бездарю, не нужно признаться. Так, это вот Галина Рымбу. Так, это Алла Горбунова. Ах, Трансвита отношения не имеет, но политика имеет ряд сходств с родствен. Вот. Романа Свинкин. Человек на следующий прибыль. Тоже автор круга Трансвита. Ну, это постановка Трансвитер, но, видите, показывает, что да, топор, щедрый на точку народа. Топор. Вот. Это Валерий Мугатов, автор предыдущего поколения, тоже важный Трансвитер. Ну, это Трансвитер Никита Сахонов, Антон Альчиров, Дорг Лукайяров, вот он непосредственно наследник Мугатов в следующем политическом поколении. Как-то дальше вот уже будет Юргеновец, но пока что я просто покажу, чтобы мы имели представление. Авторы Круна Трансвитера понимают политическое в рамках левой философской традиции, соответственно, они занимаются политической борьбой и в рамках языка, как тот же Никита Сахонов, который демонстрирует невозможность никакой гостальгии, он показывает руинированные языковые пространства. Читать я вслух вряд ли буду, потому что это все-таки синий нелюбитель. Мне, например, нравится. Книжка, кстати, кажется, по-моему, продается в СМИ. Я просто покажу то, что, собственно говоря, сам Францвитер. Вот последний номер Альман Афа. И вот книжки, изданные в Сирии. То есть роман Асминькин, Эдуард Кукаян. А по-моему, по-моему, продолжаем еще подближаемся к концу, поэтому у нас еще осталась украинская тема. Поэтому, собственно, переходим. Не следует думать, что все авторы, которые пишут на политические темы операционные. Ну, нельзя сказать, правда, про властных авторов тоже, скорее, тоже надо искать днем с огнем. То есть, например, был эксперимент, когда ввиду ряда обстоятельств из политического поля Антизи Воротинская писала поэтические пелетоны «Комсомольскую правду» про Навального. Но это был все-таки больше казус, чем какая-то законоверность. И она была связана с полной в плане поэтии. А вот пример Юна Морец, человек, находящийся в автономном движении. Я не разделяю популярность среди либералов точку зрения, что она, скажем так, установит творчество, сказываются возрастные изменения. Нет, никаких возрастных изменений, просто вот. Не особо предназначена для этого поэтика, используется для политических тем. и это дает весьма странные результаты, но я бы не сказал, что совсем плохие. Плохие были где-то в конце 90-х, начале 2000-х, где она оплакивала мучениками Лосовича, писала про, извините, говната, говната и так далее. То есть это были достаточно плоские суточки, а сейчас удачнее, неудачнее. вот она пишет сейчас примерно так. Хунтец под заголовок ужасной стихи, то есть на некоторое намеренное уродство тут предполагается. Хунтец подкрался незаметно, Хунтец майданами хунтя подкрался как везувий этно и грянул ужасом пыхтя. Пылают рожи носорожие у хунтаристов хунтарюк и режет хунта вон из кожи, а заодно из хунта блюк. Хунтец настал в его пожаре живьем хунтейских охоча, людей сжигают хунта твари привет от хунта палача. нахуй самые худшие бяки рассеяли за такой хунтец утратил смах майданской драки и вышел с хреном холодец. В общем, это действительно ужасная стихия, но, как бы сказать, это связано не с идеологией, это связано скорее с неприспособленностью поэтического аппарата для разговора на политические темы. Не менее, поэтому хочется писать. Если у человека что-то болит, если у пишущего субъекта что-то болит, он будет стараться снять эту травму тем или иным способом поэтическим. Другой автор, который сейчас придерживается православным взглядом, это Игорь Караулов, но на его текстах на политические темы это практически не сказывается, потому что он всегда писал в таком глусмысленном ироническом ключе и то, что сейчас он коммунист газеты «Известия» ничего не добавляет к его политическому облику. Просто я его предложу как пример того, что собственно говоря политически интересует людей, которые настроены политически по-разному. А дальше переходим к украинской теме, то есть собственно говоря как украинские события повлияли. Вот это один из немногих единственных известных авторов, который непосредственно принимал участие в действиях на юго-востоке Украины это господин Юрий Юрченко гражданин Франции который записался в ряды сторонников Донецкой самопрозвращенной Донецкой Народной Республики участвовал в боевых действиях попал в плен был освободен но выступает видимо на каком-то предприятии тексты его достаточно многоинтересные но находится в профессиональном поле естественно русско пишущие поэты Украины не могли обойти тему украинских событий того что происходило в 2013 году по текущий момент есть такие тексты и у такого казалось бы неполитического автора как Александр Кабанов но как правило политическое в них становится элементом метафорического высказывания как собственно говоря типично для этого автора для его политики вот а теперь перейдем наверное вот к Анастасии Анастасии Афанасьеве в 2014 году и я наверное попрошу вот небольшой илюстративный ряд так я просто как-то прокомментирую подбитые предположительно российские ну и по крайней поставленной Россией танки под Старобешевым танки уничтожены в августе 2014 года фотографии сентября октября 2014 уже года подбиты украинские танки под Новоазорском подбиты в сентябре 2014 года фотографии сделаны уже этой весной поэтому степень руинирования так сказать ожарливания выше предполагаемый запуск бука которым был сбит малайзийский боинг предполагаемый но в данном случае мне кажется те эксперты которые полагают что это все-таки был бук и вот этот запуск я полагаю не право насчет танков там это точно что это взрыв на заводе химических изделий в Донецке насколько этот взрыв являлся вот этим попаданием вот этим чего неизвестно но я все время смотрю видеозаписки все это и ничего не понял а вот эта вот разбитая квартира поэта Игоря Бобарева в Донецке это последнее мнение которое там платью попало на меня текст Бобарева я прочитаю после текста Афанасия Анастасия Афанасия Те у кого внутренние дыра больше дыры в кармане больше черной дыры те сушат белье во дворе как в прежние времена и как в тридцат земля под ногами горит те больше не остаются дышать и смотреть в свет те движутся только вперед впереди новый цвет побед синишный кожа цвет и кроя случайный цвет у кого раньше была дыра те бросают шапки в воздух кричат натура их дыра палмара вместо дыры огонь они думают свой огонь а то олимпийский огонь кто нёс олимпийский факел кто так близко его поднёс чтоб вспыхнула пустошь будто сухой овёс на пустой земле что посеешь то и пожнёшь пустоты природа не терпит факел горит так долго можно смотреть на воду и на огонь смотреть как ходит в дыру будто вода огонь смотреть как чужие слова прожигают их речь как огонь что снаружи внутри продолжает течь как они говорят не чужой это мой огонь это не злость это такая любовь мы любим тебя видишь наше большое сердце в крови мы спасём во имя любви и убьём во имя любви текст написан в марте 2014 года как мы видим он построен на аллегорических конструкциях обращение к историческому опыту позволяет узнать в происходящем то же что и было прежде это немножко это не узнавание универсального архетипа это использование опыта прежнего опыта истории в данном случае я бы ещё сказал возвышенного опыта потому что политическое когда становится войной включаются механизмы работы с таким политическим понятием как возвышенное то что нас пугает в то же время доставляет удовольствие тем что мы находимся в безопасности ну так я вас отошлю тем кто занимался понятием возвышенного то есть прежде всего в современности это Бёрк и Кант хотя по самому понять существует ещё с антическими времен и узнавая мы можем как-то это работать то есть узнавая события тридцатых ну видимо имеется ввиду это больше а может быть что-то другое узнавая в настоящем моменте прошлое мы понимаем как работать с настоящим моментом это достаточно популярный способ обнаружения в политическом историческом историческом например Немировский иногда работает так же ну а дальше собственно говоря этот опыт растворяется полигарическом высказывании и в конце концов оказывается что необработанные чувства метод метод эликсированные чувства убивают собственно этот мотив родные стихи Афанасия стихами то чрезвычайно герметичные тексты которые подпитывались с одной стороны античностью а с другой стороны тенденциями российского минимализма прежде всего наверное Некрасова его минималистской ипостаси они как бы сказать пережили некоторую актуализацию с начала печальных событий например на седьмом месяце война изрядно затягивается электричества нет больше недели отопление и подавны бродячие животные повторяют круги возле мусорных баков в надежде найти что-то съестное вода бывает вечером в последнее время с водой проблем нет товар выводят в места поспокойнее так как жителей уже мало и требуется искать новое место для сбыта вирический субъект работает с ран работает с той раной что как известно находится в сердце поэта и он находит идеал в стоической тараксе точнее пытается найти видно что у него не получается собственно говоря вот собственно говоря вот его квартира был когда был результативный ряд собственно это была как раз квартира бога которая попала на него вот и последний автор которого я упомяну это не русский автор это украинский автор это Сергей Шатан роль поэзии в украинской литературе совершенно не соответствует ее роли в российской литературе это гораздо более востребованное гораздо более социально популярное занятие что собственно говоря можно было увидеть и по тем турне которые давали украинские поэты в зоне так называемой АТО анти-триотической операции как называют боевые действия в Донбассе в Украине и собственно говоря я бы хотел упомянуть небольшой цикл жадан написанный в конце прошлого начальничного года почему меня нет в социальных сетях вы можете его найти в интернете он переводился на русский уже двумя авторами Станиславом Пейским и Полиной Барской тут необходимо некоторое заключительное слово я сознательно построил лекцию вокруг поэтов потому что хотел прежде всего познакомить вас с поэтами я хотел прежде всего показать что такое индивидуализированное такое может быть даже эстетское такое маргинальное занятие увлечение хобби как сказать и при этом дело всей жизни как современная поэзия она откликается на то что происходит вокруг почему она откликается потому что она не может не откликаться потому что как я уже говорил невозможно отделить скриптора от социального тела автора его биологическое тело помогает ли это то есть может ли это превративаться в какое-то политическое действие вот авторам круга транслиста кажется что да то есть кажется что им кажется что вот они сейчас что-то напишут и это станет частью их общей политической работы возможно для части них это как-то так а для большинства даже их круга это не так тем не менее поэзия она что она позволяет делать она позволяет в какой-то степени развеять те или иные морки морки должны быть поэтически сколько социальные потому что политические морки зависят от социальных никакая пропаганда невозможно не может что-либо сделать если для этого нет почвы соответственно поэзия вообще любая поэзия но и политическая поэзия она учит она дает читающему ее некою трезвую взгляду она дает ему некий баланс она дает ему возможность сохранить себя как субъект вопрос конечно в том вообще возможно ли сохранить себя как субъект сейчас возможно ли но и только опять-таки приходит вопрос возможности политического действия. Многие, кстати, авторы, которых я упоминал, не забрал, упоминал сегодня, считают, что имеют, сохранить себя как субъект невозможно. Ну, соответственно, в их политических текстах субъект рассеивается в лингвистических ландшафтах. Вот, например, происходит вот этот упоминавший с именом Никиты Сафоновым. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сегодня сказать, я, кажется, сказал. Единственное, я хочу сделать не имеющие отношения к теме лекций маленьких изъявлений. Так как я использовал ресурс своего места работы для пиара, на своем месте работает мероприятие, я должен сказать, что у меня с людей работают, которые не имеют никакого отношения к теме лекции. Информационному агентству данную форму исполняют эти 25 лет. Ну, и я могу сказать, что у некоторых отношениях это умеренное агентство, несмотря на то, что оно все властное. Вот. Например, во внешнеполитической повестке. То есть, в отличие от некоторых федеральных коллег, на работе не сгорели. Вот, собственно говоря, надежно и все. Я граждан вопросом, особенно от людей, которые в контексте, они тут есть. Спасибо за лекцию, было очень интересно. Немного не в контексте вопрос, но, насколько я понял, но, в принципе, это логично, что в России все-таки присутствует больше оппозиционная такая литература, да, ну, среди современных поэтов, авторов и все остальное. Это распространяется как-то по всему миру, то есть, всегда, в большей степени, оппозиционных таких вот авторов, которые все время, вот какая бы власть ни была, пишут про то, как все плохо. Или все-таки там, где власть хоть когда-нибудь меняется, они как-то перемешиваются там, то больше, то меньше. Спасибо. Мне кажется, что стихи всегда пишут, будучи из той или иной травмой. Соответственно, человеку, находящийся в полиции, ему как-то легче писать политические стихи. Хотя это не универсальное правило. Там, где существует традиция от описания, там, где существует та или иная традиция придворная или религиозная, конечно, сейчас, наверное, придворных позиций таких нет, где живая и кривая поэзия. Есть, например, формальные должности поэта-луриата Великобритании, но это уже не несет никакой аффилированности, кроме того, что поэт-луриат должен участвовать в церемонии. То есть, например, поэт-луриат участвовал в церемонии, стихотворение поэт-луриата было прочитано, например, в рамках погребения Речета III, но это не имеет никакого отношения к текущему поэту-процессу. А вообще бывают моменты, когда, бывают исторические эпохи, когда никакой такой аффилированности нет. Например, Тючев писал политические стихи, довольно плохие писали с его обычными стихами, но они никак не были оппозиционными. Хотя у него были оппозиционные путь и стихи. Это был не царь, не царь, не царь. Вообще, я хотел еще что-то добавить, просто скульпоэзии может быть весьма эффективным средством мобилизации. Это доказали афганские талибы, которые запрещают на подконтрольных им районах исполнять музыку на музыкальных инструментах, но всячески распространяют тексты, которые они пишут поэтически, в рамках афганской поэтической традиции написанной, чтобы их слушали их ритмическое чтение и декламацию. И таким образом они активно привлекали себе сторонников. Несколько текстов были приведены на русский язык и опубликованы в журналисты к вам несколько лет назад. Ну, это просто вот параллель. Ну, они по позиции, конечно, но это не может быть там позиции, это воруженные люди. Никита, а вот спасибо, первое, за интересную лекцию, а во-вторых, вы смогли бы, наоборот, обратный пример привести? То есть какие-то интересные поэтические тексты, созданные в политике, там, не знаю, Вировой или Хадырова? Был вот последний призыв, так сказать, интеллектуалов во власть, был во времена перестойки, постперестройки. Например, был вот такой, если помните, господин Зимхан Индарбиев, времени президента Чеченской републики 4, потом ликвидированный в Катаре. Вот он был поэтом, учился в институте в советские времена. Поэтому он был, ну, не бездаром, но практически никаким. Виталий Пуханов выгадывал стихотворение, которое когда-то он переводил, в Казахстанской републике. Ну, я опять-таки хотелось бы говорить не о том, что авторы пишут стихи. Вот Лавров, например, пишет, Жак Корич, оказывается, писал, еще хуже, чем Лавров. Но это интереснее тогда, когда политик пишет тексты интересные без скидок. Тут единственный пример Лимонов. Но Лимонов пришел в политику из литературы, а не ушел в литературу эти политики. А вообще нет ничего, собственно говоря, запретного. То есть примеры можно легко найти. То есть там, например, кто в 20 веке? Ну, Сентон Перс, он же был дипломатом. Кто еще? Сификс был дипломатом. Это никак не шалов эти стихи писать. Если смотреть на восточный литератур, ну, Хо Ши Минс мало, вот, Задон, писали стихи на это, были такие, весьма. Это были тексты непосредственно, но целиком укладывающиеся в русло поэтической традиции. То есть никаких проблем. Если смотреть, так сказать, западнее, ну, это, как правило, литераторы участвовали в политике. То есть то, что Део Нунсо имел определенные политические амбиции, это было следствием его эстетической программы. Геббельс как литератор, Муссолини как литератор, они начинали как литератор, но потом они переставали писать, я не что-то был инструмент, а не область. Собственно говоря, расхождение политического и политического начинается, видимо, в Европе начинается с модерна, потому что Наполеон, например, тоже начинал как прозарик. Ну, то есть он был офицером артиллерии, и параллельно написал сентимикальный роман. Прозарик третьего ряда заснулся для того, чтобы их упоминали в истории литературы, ну, традиционной литературы, которую они пишут. А в целом сейчас трудно сказать. Хороший пример, то есть политика, которой, тем не менее, занимается поэзией, это, занимался поэзией, это Евгений Соборов, он непокойный, человек, бывший министр экономики, правительство, министр финансов, сейчас не вспомню, правительство Силаева, и позднее принимавший активное участие в Крыму, которая была при первом президенте Крыма, то есть, в общем, вот эта попытка автономизации начала 90-х, в общем, там было весьма активно, его, да, стреляли. Но последние годы он был не удел, он умер в 2009-м, просто преподавал, вот, высший исход экономики. А, еще есть политика, вот, например, еще пишут стихи у Юканов, которые, как видим, по какому-то контракту приходят в журнал «Знамя», как договоренносты и персональные, но это тоже ужасно. То есть, это не Полич. Полич писал стихи, но он писал стихи еще и того, как ушел в политику, и, видимо, и я не знаю, сейчас пишет он или нет, но политикой он практически сейчас не занимается. То есть, нет никакой жесткой зависимости, но времена Бабула, времена Мухаммеда Шрибани, времена Людия Цезаря, времена... Так, не вспомню номер того, британского джаза, который был в Ренессанской Футопадоке. Ну, в общем, эти времена скорее прошли. Ну, еще Генрихов VIII написал в трогательные ренессансные песенки, которые стали народными. Где-то с эпохи модерна происходит и смерть предлорной жизни, а смерть предлорной жизни означает и смерть предлорной проэзии. Вот. А так? Обстоятельства разные бывают, ощущения разные бывают. Да, по радикализмах, так сказать, например, американская и израильская проэзии часто вполне себе доходит до... Ну, ничем не отличается по-российски, может быть, даже больше. То есть, например, я сейчас не вспомню его имя, то есть, один из битников написал мастерстворение, обвиняющее США в организации «Кракт 11 сентября». Ну, один из поздних битников. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!